Добрый день дорогие подписчики и те кто только начинает нас смотреть. Меня зовут Дмитрий и сегодняшняя рубрика будет посвящена опрыскивателям. Досмотрите этот ролик до конца и вас ждет приятный сюрприз в виде конкурса. Итак, поехали. Для сравнения мы выбрали ранцевый опрыскиватель Stihl и обычный помповый люкс. Начну с самого любимого, опрыскиватель Stihl. Тут у нас представлена модель SG71. Бывают другие, но сейчас конкретно об этом поговорим. Первое что бросается в глаза это его размер. Он немногим больше чем помповый опрыскиватель, однако в обращении гораздо удобней. Но давайте обо всем по порядку. Немного о технической части. Stihl. Его вес составляет 5 килограмм. Объем бака 18 литров. Рычаг насоса. Сам насос расположен непосредственно внутри бака и удочка для распыления. Опрыскиватель люкс. Объем бака 5,5 литров. Весят примерно полтора, максимум 2 килограмма. Также есть удочка, помпа находится внутри и клапан давления воздуха. Итак, чем же эти опрыскиватели различаются? Да практически всем, за исключением принципа работы. Ну, во-первых, название ранцевый опрыскиватель говорит само за себя. Его гораздо удобнее сносить на спине, нежели этот. На одно плечо или через плечо. Или вообще на земле он будет стоять. Тут у вас нагрузка распределяется равномерно по всей спине. Также тут предусмотрены поясничные крепления, чтобы он плотнее прилегал. А обычный помповый вы носите на одно плечо, либо ставите на землю и нужно постоянно нагибаться, чтобы подкачать раствор. В ранцевом опрыскивателе сделано гораздо удобней. Никуда не нужно нагибаться. Держа его на спине, вы подкачиваете вот этим рычагом жидкость. Также его можно переставить на другую сторону. И тогда и левша, и правша с комфортом сможет им пользоваться. А еще он регулируется по длине. Полезная функция. Что бросается в глаза? Удочка. Для нее есть специальное отделение для хранения. Когда она у вас на спине, вы как заправский джедай или самурай достаете ее и вперед на уничтожение грибов и вредителей. А тут она либо болтается по полу, либо занимает огромное, просто гигантское количество места. Вы посмотрите только. Объем бака, как я уже сказал, в штиле составляет 18 литров, люкс 5,5 литров. Как-то ни туда, ни сюда. Ну ладно, с этим мы разобрались. Поедем дальше. Представьте ситуацию. Вы приехали на обработку, но забыли мерные принадлежности. Что вы будете делать? Искать аптеки? А если вы в поле, лить на глаз? Ребята из штиля все предусмотрели. В крышке встроены мерные стаканчики на 10, 20 и 50 миллилитров. Молодцы. Прям порадовали. Тут же у нас есть и сеточка, чтобы никакая грязь и листья не попадали в бак, и не застаряли нам его. Позаботились. В помповом ничего этого нет. Вы просто раскручиваете, самая ручка это и есть помпа, наливаете раствор, сеточки здесь быть просто не может. Налили, закрыли и поехали работать. Ручки для переноски есть и тут, и там. Останавливаться на этом мы не будем. Хочу немного подробнее рассказать о самой удочке. Стиль продается сразу в комплекте с констокольцевой насадкой, выполненной из латуни. Очень практично. Длина удочки 42 сантиметра. Предусмотрен манометр для контроля давления. Также вы можете приобрести отдельную телескопическую удочку, и ее длина уже будет составлять 85 сантиметров. В помповом люксе опрыскивателе все то же самое. Можно брать короткую удочку на 42 сантиметра, можно длину на 85. Что касается насоса. У штиля конструкция чуть-чуть посложнее, но сам насос расположен внутри, чтобы предотвратить его от повреждений каких-либо внешних факторов. В люксе обычная помпа. Ничего интересного. Есть еще одно отличие. После окончания работ в помповом опрыскивателе вам нужно стравить воздух и открыть этот клапан. И только потом открывать. В противном же случае вам в лицо попадут брызги того, что у вас было внутри. Согласитесь, это будет не очень приятно. В штиле все просто. Открыли, налили, закрыли и дальше работать поехали. И наконец главное, что будет волновать всех и каждого, это цена. Штиль на сегодняшний день стоит 6 390 рублей. Официальный сайт штиля. Люкс около полутора тысяч. Заметно дешевле. Но вспомните то, что я вам говорил ранее. Какой опрыскиватель подойдет именно вам, выбирайте сами. Но хочу сказать, если вы садовод-любитель и работаете в своем саду нечасто, то возможно лучше сэкономить и купить этот. При должном уходе он вам долго прослужит. Но если вы профессиональный садовник, работаете в фирме и у вас большие объемы работ, то конечно в идеале иметь оба варианта. А еще лучше бензиновый. Но о нем я вам расскажу в другой раз. Мы решили порадовать наших подписчиков и провести конкурс. А точнее разыграть бесплатную обработку вашего участка от грибов или вредителей. На ваш выбор. Условие очень простые. Вы подписывайтесь на наш канал, если еще этого не сделали. Оставляйте любые комментарии под этим роликом. Ставите лайк. А мы, в свою очередь, 6 июля, с помощью программы случайных чисел выберем победителя. И еще. Удаленность вашего участка не должна быть больше ста километров от нашей торговой площадки. На этом у меня все. Подписывайтесь на наш канал. Пишите свои комментарии. А с вами был я, Дмитрий. До новых встреч и пока.